Казахстан vs Голливуд Актер из Великого Гэтсби рассказал, где играть лучше Фильм всего-то на 17 минут, а шуму-то наделали, шуму! Дэвид Бэхэм презентовал короткометражку с собой любимым в главной роли Сюжет картины самый что ни на есть серьезный Байкер-каскадер отправляется на поиски артистки бродячего цирка На презентации Бэхэм был серьезен как никогда Еще бы, это вам не автографы на упаковке боксеров ставить Хотя сам короткометражный фильм больших талантов от звезды не требовал Он даже не произнес ни одной реплики за 17 минут Дэвид разъезжает на мотоцикле, ищет возлюбленную, на этом все Компанию в ленте ему составили не самые последние люди из мира кино Харви Кейтель из отеля Гранд Бутапешт Оскароносная Кэти Мориарти и Кэтрин Уотерсон Снявшиеся в картине «Врожденный порог» Я ужасно нервничал из-за того, что работаю с такими топовыми людьми Это была сложная задача для меня, потому что я не актер Для меня большая честь, что мы оказались на одной площадке На самом деле я не собираюсь уходить в кино Потому что, когда я чем-то занимаюсь, я хочу быть лучшим в этом Многие люди занимаются этим годами, а я просто получаю удовольствие Впрочем, этим словам Бэхэма мало кто поверил Ведь уже сейчас полным ходом идут съемки новой работы Гая Ричи «Король Артур» В котором досталась роль и нашему перфекционисту Дэвид играет угрюмого рыцаря, у которого на весь сценарий 13 строчек текста Селфи с риском для жизни Сегодня появилась информация о том, что в 2015 году пострадало столько любителей себяших Сколько даже самой голодной акули не снилось Прямо сейчас сюжет о том, чего не надо делать, чтобы фото не оказалось посмертным Опасные для жизни снимки заполонили интернет Хищные морские обитатели разных размеров только привлекают людей Сделать фото на фоне косатки или барракуды становится обычным делом В список самых смертельных селфи вошел инцидент с девушкой Которая случайно нажала на курок пистолета В момент фотографирования оружие было у ее виска Нелепая гибель постигла мужчину, которого убило током, когда он пытался сделать селфи на крыше поезда Намного больше повезло этому парню, который заснял себя на фоне торнадо Огромное количество лайков собирают селфи, сделанные скайуокерами Молодые люди взбираются на городские высотки и делают экстремальные снимки Без несчастных случаев не обходится Неопытные подростки, пытаясь сделать подобное фото, попросту падают с крыш Нужны ли вам такие жертвы? Серьезную опасность представляет также селфи-палка Такой полезный и безобидный инструмент на первый взгляд может нанести серьезные увечья Конечно, это не значит, что экстремальные фото исчезнут с просторов инстаграма Заветные сердечки под картинкой требуют немалых усилий Но, как говорится, не пытайтесь повторить это сами Все-таки опасно для жизни Яна Пучкова, новости ревю Народ просто сошел с ума Вчера на выставке люди чуть было не покусали 200-килограммовую дверь А все потому, что в Государственном музее открылась выставка экспонатов, сделанных из казахстанского шоколада Второй этаж Государственного музея в ближайшее время будет заполнен шоколадными копиями экспонатов Голова золотого человека, женский головной убор в соукеле, государственный герб и многие другие сладкие экземпляры Изготовил специально для Казахстана шоколадье из Крыма Николай Попов Первым мы сделали головной убор золотого человека Это было самое сложное На самом деле это все рисовалось просто с картинки И мне приходилось бегать в зал, смотреть на эту голову здесь Мы выдержали визуально картинку, но на самом деле, я же говорю, если присмотреться, можно смеяться Помимо произведений на казахстанскую тематику, на выставке есть и египетская пирамида, эфелева башня, царские короны, кинжалы, карнавальные маски, картины и многое другое Часть шоколадных изделий путешествует по миру со своим мастером Мы сами выбираем страны, куда бы мы хотели поехать Россия, Беларусь, Украина, Азербайджан Все хвалили Казахстан Дальше, я думаю, мы поедем в Астану, а потом еще 3-4 города Казахстана Самой внушительной скульптурой экспозиции стала копия двери в Центральный государственный музей Для ее изготовления понадобилось аж 200 килограммов казахстанского шоколада И, кстати, это стало рекордом для крымского шоколатье Очень тонкая работа, я просто в восторге Не похоже на настоящий шоколад Интересно выполнено А чтобы силы не были потрачены зря и конструкции не растаяли Необходимо поддерживать в помещении температуру не выше 24 градусов Кстати, попить чай с кусочком эфелевой башни можно в течение года после изготовления скульптуры Поэтому, если все-таки возникнет соблазн надкусить шедевр, то опасаться нечего Виолетта Тельманова, Мария Кузнецова, Рызбаякыш, Ревю Иван Бреусов возрождает группу 101 Раз, наверное, десятый за последний год Но, как уверяют сами исполнители, сейчас все гарантировано И песни будут, и альбомы, и гастроли, и все в этом духе О чем запоют повзрослевшие романтики, узнала подробнее Сабина Тургаева Ербов, который был еще в 101, до того, как Бурат появился Он возвращается, и мы хотим сделать классный материал После этих слов никакого материала от 101 так и не последовало Но это не значит, что группа канула в лету Просто уж больно много изменений претерпел состав Но костяк остался прежним Мы решили, что все-таки те вещи, которые мы все вместе переживали И бренд группы 101, который мы создавали в свое время То есть очень много наших усилий именно вложено Мы решили взять в группу Кайрата Капанова К музыкантам вернулся Ербов Жайлауов, участник первой версии 101 Еще один солист Владимир Хан сменил сферу деятельности в коллективе Мы решили, что он будет просто администрировать нашу команду Будет заниматься вопросами пиара, ротации Если вы еще не запутались, то мы продолжаем Год назад от творчества отказался Мурат Нурманов По признанию исполнителей, сейчас с некогда близким товарищем они и вовсе не общаются С Муратом, к сожалению, мы связь немного потеряли Потому что у него были какие-то свои семейные обстоятельства, когда он ушел из группы После того, как определился окончательный состав участников, можно поговорить и о творчестве Новинки от 101 все же будут На этот раз уже точно Мы застали музыкантов в звукозаписывающей студии Но сердце растает И вот и прости Мы поем о любви Мы дарим людям тепло и радость И этот альбом не исключение Просто музыка стала серьезнее Мы стали серьезнее Параллельно с записью песен повзрослевшие романтики планируют приступить к съемкам клипа Благо, трек для этого уже выбран Теперь 101 остается надеяться, что они придутся ко двору Конкурировать придется с огромным количеством молодых парней Сабина Таргаева, Рызбай Акыш, Новости Ревю Дорогие друзья, мы продолжаем Брэд Питт хочет развестись с Анжелиной Джоли Эту информацию неоднократно подтверждали друзья пары Однако Анж не теряет надежды на сохранение семьи Ради укрепления отношений актриса уговорила мужа на очередное усыновление Седьмым ребенком знаменитой семье станет сирота из Сирии Источник из окружения звезд рассказал журналистам, что ради того, чтобы удержать мужа, Анж готова на все Актриса хотела усыновить сразу троих малышей, но Питт согласился лишь на одного В общем, даже с миллионами дохода женщина остается женщиной В это сложно поверить, но лучший друг Райана Рейнольдса, с которым актер знаком с детства Пытался продать журналистам снимок новорожденной дочери знаменитости Этот человек был моим другом на протяжении 25 лет И всю нашу дружбу был готов продать за 100 тысяч долларов Я был просто в шоке Естественно, что после такого Рейнольдс прекратил всяческое общение с предателем Шарлиз Терон тоже скрывает свою дочь Малышку Август актриса удочерила совсем недавно И пока прячет ее от журналистов Однако няня Крошки об этом, судя по всему, забыла Папарацци таки смогли сделать снимок К слову, няню после этого уволили Внимание к себе приковал и Киану Ривз Еще бы впервые за долгое время актер был замечен на романтическом свидании Возлюбленные звезды совершенно неизвестно широкой публике Поклонники Ривза надеются, что их кумир все же вышел из затяжной депрессии И сейчас начинает новую жизнь Сабина Таргаева, Новости Ревю Несколько часов назад завершился монопоказ модного дома Бербери Тут, как всегда, в лучших традициях лондонского консерватизма Подиум, стулья и супермодели Кара Делевинь и Кейт Мосс задали настоящий стильный ритм данному мероприятию На окраине Лондона, в лесу, под огромным пластиковым шатром Прошла настоящая ярмарка тщеславия Здесь-то супермодели и устроили свои дефиле Пока худышки давали интервью и крутились перед камерами Мимо них прошла Анна Вентура и дала старт показу Свободные наряды в этом сезоне, видимо, будут пользоваться особой популярностью Нет строгой линии талии, поэтому вариации образов различные Цветовая гамма без особых излишеств Я обожаю этот стиль, он всегда позволяет почувствовать комфорт Это невероятно После такого сентябрьского перформанса Вся лондонская богема ринулась на подиум, чтобы поздравить С креативного директора модного дома с очередным шоу Кейт Мосс вообще растворилась в своей же улыбке Это словно болезнь, ты чувствуешь все, что видишь, и не можешь излечиться от этого И не нужны никакие врачи и лекарства Ты творишь, творишь и делаешь то, что тебе нравится Стоит сказать, что несмотря на формат моно Показ прошел в рамках недели моды, которая продлится еще пять дней Артем Обленко, новости ревю Уже завтра по всей стране выходной В честь первого дня Курбан Айта Но сегодня-то все работали И времени съездить на рынок практически ни у кого не было На этот случай появились сайты, где баранов можно было купить онлайн Куплю барана, продам барана, бараны в Алматы Такими сообщениями в преддверии Курбан Айта пестрит буквально все интернет-пространство Новшество 21 века – удобство или обман? Нам самим нужно смотреть, все это пощупать, посмотреть Если это современно, если такая возможность есть, конечно, только через интернет, согласна Нет, я бы не рисковал Но все-таки это праздник, нужно быть уверены, считать, что ты как кота в мешке берешь Лучше, мне кажется, сходить на базар, там посмотреть, выбрать Ну на рынке ты сама увидишь, убедишься, что действительно здоровый, нормальный скотина Несмотря на категоричное мнение опрошенных, имамы ничего плохого в покупке скотины онлайн не видят Многие казахстанцы хотят отпраздновать Курбан Айт по всем правилам, однако не у всех есть время Думаю, в таких случаях покупка скотины в интернете облегчает задачу Главное это потом не перестараться с новыми технологиями Например, в прошлом году сеть заполонили вот такие снимки Не нужно делать рекламу своих благих дел Если вы показываете это всему миру, это неправильно Такой обряд перестает считаться священным В общем, совсем не важно, купили ли вы барашка на базаре или заказали в интернет-магазине Нужно просто не забывать о благих намерениях С праздником! Айт Хаббл Болсон Сабина Таргаева, Ерлан Абдуалиев, Новости Ревью Друзья, ну а мы готовы двигаться далее Итак, сегодня в гостях программа Ревью Человек, который побывал на одной съемочной площадке с Леонардо Ди Каприо Ну а потом взял и снялся в фильме Акана Сатаева «Хакер» Каллен Маколев, добро пожаловать! Привет! Спасибо! Здравствуйте, всем! Мы знаем, что вы снимаетесь в фильмах с 8 лет, сейчас вам 20 Можете ли рассказать о самом ярком опыте, о самом ярком проекте на сегодняшний день? Ну я думаю, самым ярким моментом для меня были съемки в «Великом Гэтсби» Это огромный проект, но фильм, которым я горжусь, это картина под урожайным небом Маленькая независимая работа Сейчас роль в «Великом Гэтсби» самая яркая в вашей карьере Не боитесь ли вы, что и в дальнейшем будете ассоциироваться только с этой ролью, Леонардо Ди Каприо, и ни с чем больше? Конечно, каждый актер испытывает такие переживания Это был большой опыт, великий фильм, и я очень рад Это неплохо, если меня будут ассоциировать с таким фильмом, как «Великий Гэтсби» Я не против Но, конечно, я буду еще более счастлив, если мне подвернется шанс побить, так скажем, этот рекорд А как так получилось, что вы стали работать с Аканом Сатаевым? Я живу в Лос-Анджелесе последние пять лет И мой агент рассказал мне о прослушиваниях Акана Я прошел кастинг и понравился Акану Это обычный процесс, ничего необычного, к сожалению Я надеюсь, что это очень интересный фильм Так и есть, я очень горд, я думаю, это круто Мы знаем, что во время съемок вам мешал языковой барьер Как вы справлялись с этой проблемой? Акан хорошо говорит на английском В большинстве случаев я его понимал, но в какие-то моменты нам помогал продюсер Он объяснял подробные моменты того, что от меня требует режиссер Но мы также снимали в Гонконге, Бангкоке И было много разных языков, но всегда находился кто-то, кто помогал с переводом Какие впечатления у вас остались от работы с Аканом Сатаевым? Если честно, я немного знал о нем Я немного знал о Казахстане, я из Австралии Но сейчас могу сказать, что он очень успешный и талантливый режиссер А еще очень добрый, умный и вежливый Я счастлив, что работал с ним, это был потрясающий эксперимент Наши актеры очень впечатлены организацией съемок в Голливуде Что вы можете сказать об организации процесса в казахстанском фильме? В моем случае все было отлично Организация процесса на высоком уровне Несмотря на то, что мы снимали в разных странах И режиссеру приходилось подстраиваться под разные ситуации С точки зрения менеджмента меня все устроило На своей страничке в Твиттере вы написали, что самую красивую девушку, которую вы только встречали, увидели здесь, в Казахстане Это правда? Это правда Из всех мест, где я был, а я был во многих местах по всему свету Самую красивую девушку встретил здесь, в Казахстане, пару дней назад Чем закончилось ваше знакомство? Может, сейчас ваше сердце уже занято ей? Я был бы не против, но я не смог поговорить с ней Я видел ее на расстоянии, мы сидели с друзьями в кафе Я просто не мог оторвать от нее взгляд Но заговорить не смог, она была с парнем Друзья, у нас в студии был прекрасный актер Замечательный человек, сыгравший юного Гэтсби Кален Макколев Спасибо за прием в вашей прекрасной стране Я надеюсь, что снова вернусь сюда Сниматься в этой стране снова будет здорово Спасибо Ну а мы прощаемся с вами и увидимся уже совсем скоро Будьте в курсе, только вместе с нами